о ленину неп это смычка крестьянство и пролетариата это стало такой мантрой если ты против смычки против крестьянство и пролетариата значит ты против советской власти а уж после 23 года ситуация вообще изменилась в пользу смычки крестьянство и пролетариата я вам уже говорил что советский герб серп и молот был придуман двадцать втором году и означал он молот это немецкий европейский пролетариат а серб это крестьянство русское крестьянство а в двадцать третьем году немецкая вот эта германская революция провалилась и стали говорить что это символ российского пролетариата и российского же крестьянства и отсюда проблема смычки стала проблемой выживания большевистского режима потому что у режима просто не было ни армии не техники для того чтобы задавить крестьянские бунты если они начнутся то есть некоторые историки формулируют так неп это брестский мир большевиков со своим же народом то есть каких большевиков интернационал социалистов которые хотели мировой революции значит сначала ленин который был не очень крупным теоретиком он был хорошим тактиком он определил неп как государственный капитализм и тут же за это получил полную порцию критики от бухарина и троцкого и после этого ленин стал трактовать неп как смешение социалистической и капиталистической форм я подчеркиваю ленин был не теоретиком он был практиком он жил по принципу назови хоть горшком только в печку несу и самое главное нам сказать взять власть а как будет называться неважно ленин по сути принял бухаринскую формулу запишите пожалуйста это стало официальной формулой не по она принадлежит бухарину кавычках неп тире это социалистическая диктатура опирающиеся на социалистические производственные отношения и регулирующие широкую мелкобуржуазную организацию хозяйства по логике этого определения главная задача партии это вытеснение этого мелкобуржуазного хозяйства до большевики мелкобуржуазным называли крестьянское хозяйство для них это все было мелкобуржуазное то есть ленин подчеркивал что неп это обходной путь к социализму это не программа построения социализма это обходной путь вот так карта легла мы не можем сейчас справиться с крестьянством поэтому мы сейчас пойдем в обход а потом еще вернемся к террору в том числе террору экономическому то есть погрозил сказать пальцем и двинулись дальше запишите пожалуйста в целом не был малоустойчивый рыночно-административной конструкцией которая принимала уродливые формы сращения корыстных интересов коммунистической номенклатуры руководство трестов и спекулянтов нэпманов каждый из них играл свою роль то есть черную работу делал спекулянт нэпман но степень коррупции партии в период нэп выросла стремительно и это была одна из причин отмены нэпа потому что дальше если бы нэп сохранился то партия просто полностью разложилась бы значит мы с вами записали главные декреты напишите здесь нэп смотри план декреты смотри план декреты в двадцать первом году была проведена перестройка управления хозяйством была ослаблена централизация трудовые мобилизации были заменены биржами труда биржа труда это что означает безработица были отменены уравниловка была отменена карточная система но для кого-то карточная система стала спасением было спасением а теперь карточную систему отменили быстрее всего результаты нэпа сказались в торговле и естественно в торговле розничной уже в конце концу двадцать первого года отметьте себе пожалуйста концу двадцать первого года нэпманы контролировали 75 процентов товарооборота в розничной торговле и 18 процентов в оптовой торговле вот если вы хотите понять вот такое что такое нэп с точки зрения повседневной жизни скачайте в интернете посмотрите фильм он такой ну полу это об уголовном розыске фильм называется испытательный срок кто смотрит может кто-то смотрел там молодой табаков играет испытательный срок это об уголовном розыске времен нэпа но там нэп хорошо очень показано вот это вот разлагающаяся нэпманская среда сквозь призму работы уголовного розыска посмотрите это хорошее кино она смотрится с большим интересом потому что там сюжет это уголовный розыск ловит банду и вот ловят они ее в разных местах там в притонах на малинах воровских сделан фильм хорошо а нэпман ства стала выгодной формой отмывания денег особенно для тех представителей номенклатуры которые хорошо пограбили во время войны теперь в это у них лежала и лежала а теперь можно было сбывать это через нэпманов и очень многие отмыли свои деньги таким образом в низовых партийных организациях поворот к нэпа был принят отрицательно многие решили что это конец социалистического эксперимента и кто-то саботировал решение нэпа кто-то пускал пулю в лоб потому что рассчитывали совсем на другое в октябре 22 года был принят новый земельный кодекс рсфср который разрешил в деревне нанимать людей на работу затем в двадцать третьем году прод налог трансформировался в единый сельскохозяйственный налог а в двадцать шестом году его стали полностью собирать в деньгах вообще и это пожалуйста отметьте себе неп не был абсолютным триумфом экономических методов как это иногда писалось советских учебниках это внешне был только триумф экономических методов на самом деле там было очень много чего другого я имею ввиду не только так называемые перегибы в местных властей дело в том что значительная часть крестьянского продукта отчуждалась в виде налога причем налогообложения было чрезмерным другое дело что крестьянин получил возможность свободно вздохнуть и это решило некоторые проблемы но и Продолжение следует...